Всем привет, ребят! Сегодня начинаем с самого центра Кемера, посмотрим весь-весь Кемер. Сегодня уже хорошая погода, сегодня 9 сентября, понедельничек. И сегодня рынок, я уже пока прошлась, там столько людей, столько людей идут на рынок, тоже заглянем. Также в этом выпуске мы с вами попадем на интересные природные места. Обещаю, я пока что не знаю еще, куда мы попадем, потому что я еще это не сняла. Но есть один кусочек интересный. Вот, потому что осень, время путешествовать, время ходить пешком, узнавать Кемер. Все, все прекрасно, хорошо и уже очень-очень прохладно, ребят, несмотря на то, что все пишут там 30 градусов. Ну, это уже другие 30 градусов, осенние. Да, еще обязательно, я, наверное, вставлю в конец выпуска всякие магазинчики, распродажи, все самое интересное. Многие просили там, отснимите маю, еще что-то, большой выпуск снимать не будем, но на пару минут в гости зайдем. Примечательность, главное, Турции. Такой толстенький, наверное, беременный котик, кошка. И самый шикарный вид сразу на горы, на башню с часами, на пальмочки. И, кстати, созревают финики. Так, и все, кто соскучился в Кемеру, тоже оставляйте комментарии. Пишите, кто где в этом году отдыхал, может, еще только собираетесь. Потому что сентябрь... А, пойдемте посмотрим пока цветочки. Сейчас прыгнем. Не, не допрыгнем. Ой, какие красивые, какой красивый вид, какой сегодня хороший день. Надеюсь, у всех поднимется настроение после этого видео. Конечно же, водопой. Знаете, около водопоя всегда что происходит? Около водопоя всегда водятся верблюды. А в Геннике, в соседнем поселке, появился слон. Вот, возможно, вставлю кадр. Мы каждый день у него фоткаемся, ходим. А здесь... Я сейчас покажу радугу. Специально для нас включили. Вот это да. Сегодня просто потрясающий день. Я, правда, еще не проснулась. Утром было такое настроение не очень, но сейчас прям все шикарное. Ну, раз радугу можно включать. С вами прогулялись по прямой. Постаралась вас сильно не нагружать, но в то же время, чтобы было интересно, тут такой дом-перевертыш. Crystal Deluxe. И заходим в парк. Мы, кстати, очень далеко от центра. Я хотела оказаться в центре, но вышло так, как вышло. Хочу сегодня вас окунуть в атмосферу отдыха, ребят. Надеюсь, все получится. Так, ну все-таки, значит, что-то вытекает из этой речки, растут такие ограждения. Никогда не видела. Уже, кстати, стало поменьше детей. Мне кто-то под видео спросил, почему так много детей нет. Уже стало поменьше. Ну, многие уехали в школу. В садики все разъехались. Сегодня, кстати, тоже в Турции. Ну, во всяком случае, в Антабе первый день школ, первый день садиков. Поэтому мы с вами сегодня гуляем. Ночью здесь, ребят, невероятно просто романтично включаются всевозможные фонарики. Ну и, в принципе, тут море, шум, волн. Мы с вами попали на набережную Кимнера для тех, кто с нами в первый раз. Такая она небольшая, но приятная. Идет вот вдоль, такая дорожка, тык-тык-тык-тык-тык. Вдоль отеля, кстати, здесь клубы. В ту сторону, кстати, у нас геонюк, где мы обычно снимаем. С вами лазим. Вы только посмотрите на эту атмосферу. Это Валери. Очень много цветочков. Как Настю завлечь в отель, чтобы он ей понравился. Просто сделать зеленую территорию и пару клумб. Все. Мое сердце покорилось сразу. Вы спросите, дойдет ли когда-нибудь Настя до центрального пляжа и искупается или нет. Или так и будет нам показывать дорогу. Вот у меня тоже большой вопрос, но я не могу остановиться, потому что очень-очень красиво. Шикарные виды. Тут такие все счастливые, отдыхающие люди. Так, кто еще не отдыхал? Очень желаю всем, чтобы отдохнули. Успели отдохнуть перед началом зимы. Хотя там же зимой Таиланд, да, все, и, возможно, Египет. Тоже ездят отдыхать. Ну, Турция, мне кажется, особая атмосфера, не знаю. Так, тут пчелы. Рискуем жизнью, заходим. Немножко вправо взглянем. Golden Lotus. Fame Residence. Красиво. Мне нравится не обделка, а, как это называется, облицовка у этого отеля, красивая. Очень такая какая-то, не знаю, стильная. На мой вкус. Пока мы с вами смотрим на вид. Наслаждаемся прекрасной музыкой на заднем фоне. Хотела рассказать то, что в Кемере есть как вот галичный пляж. Мы сейчас мимо него проходим, вся линия такая. Галик. Так, за портом там уже песчаный. В каких-то выпусках попадали, а сегодня просто такую атмосферку посмотрим. Ребята, если она у нас, мне кажется, уже на полчаса буду обрезать все до нескольких минут. Вот, чтобы вы там не соскучились у меня. Такое приложить прям сразу все пройдет. Мне кажется, это алоэ, да? Ну, назовем это так. Нам попался в кадр отель Ланкором. Многие, я думаю, узнали. Мы в этом году его снимали и года два назад. Вот. Что можно сказать? Тоже очень красивая территория с цветочками. И, знаете, сейчас шла мимо другого отеля. Там на террасе сидели... А вот, кстати, у этого. Сидели, пили кофе. И мне так захотелось отдохнуть. Знаете, так с утра проснуться, никуда не спеша. Такая классная атмосфера. Просто сидеть и пить... Ой, пить. Почему-то мне захотелось хлопья с молоком на террасе. Представляете, что нашла? Бананы. Вон они. Настоящие, наверное, метр четыре пальма. Ой, пальма, трава, трава, да? Сейчас же все у нас... Фрукты, ягоды поменялись местами. Фух, дошли. Так, кто спрашивает, почему Настя не соизволит купаться? Вместе с нами показываю. Настя вот такая красивая и нарядная. Думала, с утра с вами сразу пойду на пляж искупаюсь. Думаю, такой рюкзак большой брать. В общем, огромнейший. Думаю, потом с этим рюкзаком целый день таскаться. Ну, конечно, очень хочется искупаться, поплавать. Но хочется спокойно. Вот. Или в утра, или с вечера, когда ты еще снимаешь, там хочется и то, и то. Все успеть показать. Уже это неспокойно получается. Вот. И поэтому не плаваем. Просто ходим красивые. А вы даже не видите, да, как я хожу. Очень нравится это кафе. Пицца-тичная? Пицца-тичная? Пицца-тичная. Блин. Ладно. В общем, кафе. Так, рюккала-пицца. 335 лир, для примера. Там что-то 400 лир с чем? Не бежать сюда. Не важно. Но она такая какая-то уютная, зеленая. При таком интересном месте. Хотела вообще сократить изначально, пройтись туда. Но потом подумала, нужно пройтись через сердечки. Все загадываем желания. Там, возможно, попасть в Турцию. Возможно, еще какие-то свои желания. В общем, проходим и загадываем. Еще хотела сказать всем большое спасибо, кто написал под последними выпусками. Настя похорошела. Там, не знаю, уже более женственно стало. Еще что-то. Спасибо большое. Очень приятно. Стараемся сказать. Еще стараемся набрать вес, потому что я очень много скинула. Килограмм 7, наверное. Вот. Чтобы не было вид такой голодной собаки, которую хочется накормить. Чтобы был вид такой сытой собаки, которую не хочется кормить. Все, попадаем уже на центральный пляж. Так, а что можно сказать? А, лежаки 80 лир, вот что я хотела сказать. Ну, центральный пляж, не знаю. Я обычно купаю здесь, но мне больше нравится, знаете, где? Ну, на каких-нибудь там, в Олимпус. А, мы в прошлом выпуске с вами в одном изъехали в Олимпус. О, там шикарно. Там шикарно. Ну, конечно, самостоятельно далековато туда уехать. Смотрим туда, в ту сторону. Людей нереальное количество. Ну, море, подпишу, ребят. Ну, на данный момент было 29,6. Ну, как на данный момент, день назад. Если сегодня что-нибудь изменилось, подпишусь. Где-нибудь показать свободное место, насколько оно прозрачно. Где-то здесь, наверное. Даже не видно, где вода, где не вода. Где просто галечка. Просто скажу для тех, кто еще поедет. Здесь вот это слева муниципальное кафе. Чем отличается от муниципального кафе от обычного? Ну, местная кухня и фиксированная цена. Очень вкусный гюст-демэ нам порекомендовали. Собственно, я поэтому туда и пошла. Я так даже и не знала никогда тоже. Было вкусно. Вот. И тоже такая терраса, ну, как терраса, не терраса. Мне кажется, это самое близкое кафе вообще к морю. Так сидеть, любоваться. Очень хорошее место положения, локации. Так. Те же с другой стороны, башни с часами, площадь. Оттуда мы с вами пришли вот так наискосок по диагонали. Ворачиваемся. Атмосфера, отдых. Тут, кстати, самый такой центр. У меня везде центр, как вы уже поняли. Тут шоппинг-центр. Тут магазины сетевые лоси, вайкики, 82 салы, позары. Там можно купить все-все-все-все. Есть отдельный выпуск. Очень-очень интересный магазин для туристов. Вот. Там и текстиль, и нижнее белье, и лукума, и все на свете. Вот, в общем. У нас интересные кошелечки по 1 евро. Так, ладно. Мы с вами сейчас идем на рынок-то, как и обещала. В самую жару. Где-то в час-два. Самое время сходить на рынок. Посмотрим, что там продается сезонного, из вкусностей. Очень люблю рынки снимать. Покупать я сейчас не люблю, потому что тяжело потом тащить. Так, что у нас тут? Арбузы вкусные, сладкие. Так, дыньки 15 лет в килограмм. Арбузы не вижу, цена. Так, ну, дыни и арбузы навряд ли принесете, да? Нет. Надо посмотреть, пойти что-нибудь, фрукты какие-нибудь. Кстати, по сувенирам тут тоже все есть. Не обязательно ждать рынок в четверг. Здесь невозможные красивые кружки, чашки, все на свете. Золото-бриллианты. Лепешечки ребят делают, гезды мы прям тут катаются. Картошка обычно. Кстати, соки. Вчера, я помню, в поселке у нас искали, кто где соки купить. Мерва. Красивые, вкусные манго уложенные. Из петахаи. И инжирчик еще, кстати, есть. 120 лир в килограмм. Ну, хорошая цена. При том, что он уже потихоньку заканчивается. Клубничка. Виноград. Очень вкусно выглядит. Красиво. Мне нравится эта лавочка. Очень красиво укладывают. Грушки и персики. Персики огромные. Мне кажется, они больше, чем моя рука. Как две мои руки. 60 лир в килограмм. В принципе, по этой лавке можно судить то, что сейчас сезон манго, петахай. Вот. И всего прочего на рынке. Так. Я не знаю, зачем я вам показываю перчик. Он просто так симпатично лежит. Ради красивой картинки. Очень любят остренький перчик. Очень много вариантов. Также есть всевозможные лавочки с чаями, с сухофруктами. Конечно же, с лукумом. Куда без него. Дают попробовать. Плюс не закупаться в магазине, потому что дают попробовать. Не, ну петахай вообще явно сезон. 50 лир, кстати. 50 лир. Розовенькая белая. Что-то хотела вам сказать. Забыла. 250 лир. Манго, наверное, килограмм. Я так думаю, такое огромное еще манго. Такое впечатление, что оно одно практически на килограмм. Ну, на полкило точно. И красивый инжирчик. Даже в разрезе есть. Так, на клубнику мы цен не увидели. Моя любимая лавочка. Два стакана. Одно евро. Я, знаете, в прошлый раз смотрела, думаю, сколько же стоит. Это на полном серьезе, наверное. Поэтому специально для тех, как я, обклеили просто каждый стенд. Свежевыжатый сок. Не пропустите. И шикарнейшие лавки с зеленью. По 15 лир петрушечка. 10 лир какая-то там салатик. Так, ну, лимоны, как вы знаете, это вообще, мне кажется, святое. Это финики. Интересно, зачем их продают, как вы думаете? Их надо потом с сахаром варить. Или кто знает, напишите. Или что с ним делать? Или сырые употреблять? Есть, кстати, и рыба, и креветки. Но так как там цен нету, я обычно их не снимаю. Посмотрим то, что есть. О, кстати, есть цена. 600 лир креветочки. 400 лир. Господи, как он называется? Кальмар. Это 300 лир. Очень много цойников. Обалдеть, 120 лир. Свежая рыба, свежая рыба. Свежая рыба, как в России просто. Так, сдаётся мне, что их едят и сырые финики. 200 лир. Это очень интересно, очень интересно. Никогда не пробовала, надо будет попробовать. Невероятно. Так, ну, в целом есть вот всё. Очень атмосферно. Конечно, много туристов. Ну, и в местах тоже много кукурузочка. Знаете, какой запах стоит мяты, очень вкусный. Кукуруза почему-то не пахнет, но кукуруза есть. Судя по всему, 20 лир. Мне нравится, что тут всё время вот эти травки продают. Что-то натуральное, естественное. О, 35 лир. А, 30-50 лир. Сушёный инжир такой есть. Настоящие. Яички. Так. Выходим на финишную прямую с вами. Сильно грузить не будем. Тут есть и масло, и сыр. Всё вакуумируют, упаковывают. Можно спокойно увезти. Так. Сейчас завернём. И оливки, конечно же. И, конечно же, оливки вкусные. Найдём сейчас с вами цель. Все жалуются, что очень дорого, очень дорого. Ну, а что поделать. Зато вкусно. 200 лир такие чёрненькие, зелёные. Свои любимые покажу или нет? Покажу. 250 лир, вон они. Гриль. Ну, я почему-то больше их зимой люблю. Летом я их практически даже и не ем. Обалденный вкус. Вкус. Запах. Маринуется на солнышке. Домариновывается. Кстати. Это что? А что это? Это груша такая, что ли? 80 лир. О, кстати, наш лиц на клубнику. 150 лир в килограмм. И сливки сейчас по 50 лир, персики по 60. Очень вкусные. Но я почему-то обычно до рынка не дохожу, если честно, в магазине обычно покупаю. Кстати, вот сироп рожкового дерева, из которого делают сироп рожкового дерева. Вот он в живую. Он очень вкусный. Такой шоколадки, особенно если не пересушенный. Достаточно мягкий. Можно жевать. Гаря там очень-очень полезный. Так что лайфхак можно взять. А можно взять и сразу в сиропе. Знаете, как тут вкусно пахнет? Жареными семечками поджаривают. Прям свежие-свежие. В примере еще можно посетить мечеть тоже. Посещали сами в каком-то выпуске. Были кадры. Очень красиво внутри. Очень интересно. Даже проводится экскурсия там написано. Все, покидаем это место. Перемещаемся в какое-нибудь другое интересное. Пока не знаю куда, но пусть будет сюрпризом. Что-то хотела так прогуляться больше, передать атмосферу, отдых, осенью, курорт. А в итоге, получается, опять какие-то лайфхаки. Знаете, сейчас прохожу, думаю. Так, надо сказать, ребята, если вдруг кто-то будет в центре. И здесь самая главная достопримечательность. Это у нас туалет и крылышки. Что может быть лучше? Сердечки у нас были там. Так, и тут Настю понесло. Знаете, каков был план с утра? Снять центр, потом снять рынок и посмотреть магазинчики. Ну, нет. Мы уже с вами где-то ходим час по центру Кемеры. Поэтому самое обидное, что, скорее всего, мне придется вырезать. Ам-ам-ам. Ой, хотела сделать кадр, что мужчину как будто ест рыбы. Он убежал. Конечно, от такой рыбы убежать. Так, сдаю еще одну локацию. Прекрасная терраса Макдональдса. Если вам нравится фастфуд, то можно просто сесть и посидеть с таким прекрасным видом на яхты. Или, возможно, выбрать, чтобы прикупить себе какую-нибудь интересную яхточку. Падаем в кусты, ребята. Я вас опустила. Не знаю, насколько там красиво. Надеюсь, красиво, потому что я не вижу экран. Тоже очень интересное место. Очень красивое. Вечером тоже светится. Знаете, с каким видом? С видом на порт. Мне кажется, это одно из красивейших мест. Особенно вечером. Все, идем дальше гулять. Все никак не нагуляемся. Для тех, кто скучал в Монлайт Парк, там у нас песчаные пляжи, дискотеки. Знаете, шла и думала, ни одного дерева с гранатами. Думаю, безобразие. Я хотела вам показать, на каком этапе. Я думаю, прям уже вот скоро-скоро. Прям вот уже еще чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. И готово. И попарюсь в гранату с таким шикарнейшим видом. На фоне та смотровая, куда я хочу попасть с вами. Не знаю, получится, нет. Может быть, и не получится. Значит, в следующем выпуске получится. Одной просто боюсь, а компанию себе не могу найти. Так, туда у нас Монлайт Пляж. Поворачиваемся. Знаете, что хочу сходить? Хочу сходить с вами в вот этот Юрук Парк. Это другая смотровая. Здесь, кстати, вот если вам скучно, можно приходить на эту косу. Сейчас покажем вид. Тоже шикарный. На ту смотровую мы с вами уже не пойдем. Мы были, где флаг стоит. Но я поставлю кадр. Уже многие, может быть, видели. Там прям буквально 20 секунд. Но очень интересно. Наши еще более классную точку. Там бегают какие-то бегуны. Это не моя отдышка, если что. Бегунов. Можно отсюда себе выбрать виллу, например, какую-нибудь. Неплохие. В общем, искали коз, так как тут, по идее, должны быть козы. Это все еще Чамьева, Кириш. И смотрим направо. И там Кимер. Если я не упаду вместе с телефоном. А, кстати, есть частички козы. Вот. Нашли. Выглядит как кофе, кстати. С другой стороны все-таки нашли Кимер. Теперь полный обзор. А там еще нижняя площадка с ребятами включена. Так, а где корты мои? Я не понимаю. А, не, 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 ладно. Мы увидели оленя. Это не спереди. Сейчас надо в кусты вон туда заглянуть. Слышите? А, нет, это коза, это не олень, по-моему. Да, это коза. Ой, она не бодается. Все, нашли. А может быть, это не коза, а козел, кто разбирается? Смотрим, вода чистейшая. И самая приятная атмосфера, это когда люди купаются, орут, вопят. Тут вот такие клубы, ну, пляжные клубы, или как сказать? В общем, пляжи с лежачками такие все оформленные. Там кафе, как правило, у каждого пляжа есть. Мы попали в новую локацию. Слышите эту музыку? Попали в рок-парк, по-моему, называется, если я не ошибаюсь. Так, вход в лирах. По-моему, получается 150 лир, и самое классное, что можно ходить 20 дней. Вот здесь я уже второй раз. Здесь просто потрясающе нереальный вид. Смотрите, как интересно старая яхта. Это лучшее, мне кажется, что можно было здесь найти. Обожаю такие какие-то интересные вещи. Новые тоже люблю. Не думайте, не думайте. Все, пиратская вечеринка отправилась. Здесь, кстати, уже скоро у нас, видите, зреют кактусы. Их можно будет есть, будет продаваться на рынке. Можно, в принципе, из куста. Подождем, пока это прекрасное заведение от нас отъедет, чтобы насладиться тишиной, атмосферой и отдыхом. Здесь шикарнейший вид на Монлайт-пляж. Ребята, вы просто не представляете, как я хочу взять купальник или просто сорвать себе всю одежду, бежать в море, плавать. Невероятно. Очень хочется. Несмотря на то, что похолодало, в каких-то кустах Настя лазит, как всегда. Настя в своем репертуаре. Ну, жарковато, но все равно, конечно, очень уже приятно. Уж очень приятно. Очень потрясающее место. Вам коротко покажу, не буду вас грузить. Мне очень нравится. Так, вот, Юрук Парк. Это что, в 1982 году основанно получается? Здесь все такие возможные инсталляции. Как раньше жили. О, какой хороший кадр. Тут так темно, на самом деле, почему-то освещается. Видите, ребеночек в коляске, носочки, национальная одежда. Это, наверное, любимая невестка подносит чай. Такие диванчики, кстати, такие диванчики низкие сейчас до сих пор продаются. Не знаю, как правильно называются. И очень-очень много вот всего такого местного быта, интересного, старины. Мне, в принципе, нравится вот так походить, посмотреть. Достаточно... Ой, конечно, если ночью ходить, так это страшновато тогда. Люди сидят. Некоторые прям так как-то реалистично сделаны. Достаточно. Достаточно реалистично. И в каждую такую комнатку можно заглянуть и посмотреть. А еще можно посмотреть на яхточки. Не менее шикарный вид на яхт. И, кстати, берите с собой что-нибудь попить, поесть. Пожалуйста. Где вы еще такое себе кафе организуете? Самостоятельное. Перед вами самый гениальный человек, который даже бутылку воды с собой не взял. Но вам советую, но вам советую, ребят. Вот я сижу на таких пенечках. И очень, кстати, вкусно пахнет деревом. Не знаю, откуда. Действительно. Откуда же здесь пахнет деревьями? Так, лазим дальше. Это кофемолка. А, не кофемолка. Это мясомолка, да? Ну да. Я не знаю, что это все остальное. Но что-то очень интересное. Классно оформлено, конечно. В таком... Интересном стиле. Тут, кстати, это лепешки делают, да? Интересно. Тут можно и в кафе посидеть. Очень красивые. Такие стульки, как будто в аэропорту, да? Напоминает. На самом деле кафе... Это если бы, как я, не взяли с собой ни воды, ни еды, то можно насладиться этим потрясающим видом. В кафе за вас все сделают. Ну да. Интересно. Тут все расшито. Напоминает... Это в Индии, да, тоже такие же? Вот со стеклышками. Материя. Сумочки всевозможные. Даже не со стеклышками, а зеркальцами. Красная часть в этом парке, ребята, это вида. Тут, кстати, вот за этой огородкой просто нереальный обрыв. Сейчас я высуну. Вот так вот. И что можно сказать? Вот это как раз коса, которую можно обойти туда-сюда погулять. И что еще хотела показать? Потрясающее синее море. С таким интересным трамплинчиком. Да, чтобы вы понимали, какой тут скос у меня сейчас под ногами. Примерно такой. Стою на краю. Наверное, этого не стоит делать, потому что если вдруг тут миллиметр обвалится, то обвалится, вон он, то обвалится. Хотела поснимать себя на фоне моря, но так как свет, в общем, в камеру попадает, и все очень получается близко, и так не видно. Ну, вот так вот примерно. Не так красиво, как так. Видите, как от цвета многое что зависит. Там музычка уже началась. Шучу, шучу. Не так жарко, это я просто жалуюсь. Ну, так влажно, но не прям, что такое... Я здесь люблю... Ой, надо было, знаете, что взять. Я даже о себе не подумала, как я могу о других козлах думать. Дюдикой, смотрите, он как собачка хвостиком вилет. Ты такой хорошенький, или ты их не любишь меня? Вот такой зайчик, жарко ему. Надеюсь, их тут хорошо кормят. Не всякой гадостью. Вот, и там вторая козочка. Так, я их называю всех козочками-козлами, потому что, если честно, я не различаю. Я корову, мне кажется, лет только в 20. Увидела. Поэтому не обессудьте. Так, тут у нас и курятник. Ну, курятник относительно, они как бы тут птицеводные. И крольчатник есть. Ну, кстати, тут один есть порядочный кролик. Он вот так вот сидит. Мне кажется, им тут жарковато, если честно. Потрясающее просто место. Лавочка интровета. Она мне напомнила мою любимую лавочку в Анталии. Там в самом начале набережной Куньелты. Мое любимое место. Ну, как вот вам не показывать каждую секунду вид? Я просто не знаю. Потрясающе. Возможно, кто-нибудь узнает там свой отель издалека. Я, если честно, их издалека не очень различаю. Так, смотрите, как страшно. Как люди маленькие. У меня аж это все пережимается. Ладно, пойдемте отойдем от этого края. Я смотрю сюда, кстати, туристы не дошли сейчас. Вот одни зашли, там в середине уже развернулись. Ну, мы-то с вами везде пролезем в каждую дырку. Настя залезет. И тадам! Мы на самом мысе. На самом, на самом, на самом, на самом. Все люди красиво, что могу сказать. Вода потрясающе блестит. Я думаю, это вы сами видите. Вся в бликах. Там мужчины, видимо, что-то. У них какой-то план. По захвату мира. Не знаю, кстати, тут зимой никого нет. Вообще никого все кафешки вот эти закрытые. Рыбаки сидят так, парочку штук. Хотя нет, кстати, кафешки некоторые открытые я вам набрала. Там, по-моему, заброшенный отель. Насколько я понимаю. И что можно сказать? Ну, это неплохая яхта такая. Хороших размеров. И ура, мы это сделали, ребята! Наконец-то мы погуляли. В этом хочу сказать. Сейчас я вам это расскажу, объясню. Шикарнейшая яхта, шикарнейшая. И вид шикарный. Ребята, кто жаловался, кто со мной остался? Спасибо огромное за этот сезон. Все, кто что-то там смотрел. Я снимала в этом году. Очень мало, я знаю. Но в этом... Сейчас буду вам это объясняться. В этом году, в общем, я вначале полтора месяца проболела. Прям полтора месяца подряд. У меня никогда такого в жизни не было. Там неделя максимум. Потом неделю-две у меня было выходных. И потом еще на месяц. Но, возможно, кто-то замечал там по моему состоянию, что я очень, ну, так болела долго. Сейчас уже, ребят, все нормально. Уже несколько, наверное, недель на неделю. Хотел с петухом с одним в кадр попасть. Я не знаю, почему, но они такие миленькие. Мне нравится. Вот. И хотела вас пригласить на второй канал Банан ТВ, потому что здесь уже будет поменьше выходить. Потому что сезон закончился. Как бы спрос падает. Вот. А там Банан ТВ. Прям только набирайте. Я там тоже, наверное, месяца три ничего не выкладывала. Но сейчас... Кого я вижу? Это западок. Вообще классный. Но там сейчас начну выкладывать. Потому что осень. Там влоговый канал такой. Там о своей жизни рассказываю. Болтаю тоже. Турцию, Кемер. Какие милые. Господи, все показываю. Смотрите, ну какие миленькие. Они маленькие. Я почему-то думала, что цыплята желтые. Это мне сейчас по голове вот этот хвост распушенный не даст. Скажет, подошел к моим детям. Ладно. Я отхожу. Поняла. Поняла. Пятки, последний взгляд на порт Кемера. Вот с этого ракурса. Эви дыми. Очень красиво от облаков падает. Вот такие многогранные тени. Ну, камера, в принципе, передает достаточно много. Вот. На горы. Что еще я хотела сказать? Кто хочет, ребят, на экскурсию. Тут есть классные вот эти корабли. Отплывают пиратские. От Гинза Тревел. Вы знаете, к кому обратиться. Мы еще, конечно же, попадем. Не беспокойтесь. Попадем во все магазины. Во все... Ну вот, всеми любимые. Кому-то не любимые, ребят. Просто понять и простить. Просто пролесните. Потому что, ну, кто-то едет и не знает. А тот, конечно, уже там пять раз увидел этот магазин за этот сезон. Ну, не пять раз, там три раза. Тут классно. У меня такое настроение. Я хочу собственный дом, яхту, бассейн. Хочу готовить. Хотя я не люблю готовить. Но у меня почему-то такое настроение сейчас поднялось. Наверное, не люблю готовить. Потому что вынуждена когда-нибудь там, знаете, там по выходным. Какую-нибудь пиццу или какой-нибудь тортик или что-нибудь там, роллы. В принципе, раньше я очень хорошо готовила. В России здесь почему-то это переставал. Вот. А всякие салаты, не салаты. В общем, хочется свой дом и яхту подытожим. С готовкой потом решим. Может быть, оно и не обязательно. Знаете, самая интересная касса где? Угадайте, где на видео касса. Слева? Вы правильно угадали. Если угадали. Если неправильно угадали, значит вы неправильно угадали. Капитан очевидности. И все, выходим в мир. Опять. О, как оно? Вот эти штуки я видела только на видео. Ребята, как он это делает? Вот это непонятно, как он делает. Скажите вообще, Настя тупела. Со своими видео. Обалдеть. Обалдеть, как классно. Кстати, ребята, знаете, что в Турции лимон везде кладут? В суп, в салат, в мясо, в общем. И получается так, что даже в траву тоже лимон кладут. Так, на всякий случай. И сейчас перемещаемся магическим образом в магазин кожи и меха. Та-та-та-та-та-та-та-та-та! Переместились в магию монтажа. Называется магазин кожи и меха. Маджет, лезер. Ребят собственное производство, доставка по всему миру и бесплатный трансфер по Анталии. Так, находятся в Чауме, у нас есть бесплатный трансфер из Анталии, с Анталии, со всего Кимера, отовсюда, отовсюда. Бесплатно заберут и привезут. Напротив Беса Бичхоту от Алисы, кто-то в Чамьеве, и геолокацию оставим. Пойдемте уже смотреть. Привет, уважаемые. Вы уже нас знаете. Кожа меха, если в Турции ее касается, то ко мне обязательно обращайтесь. У нас свое производство. В любой регион Анталии есть доставка, трансфер бесплатный, и в любой точке мира есть трансфер. Сейчас мы чуть-чуть короткие от себя покажем, модели с вами. Все, я вас оставляю с Фатимой вместе. Я вас всех жду. Иду к Линдой забереть. Вот такие новые модельки появились у нас. Она удлиненная, из тонкой кожи, ничего лишнего, как многие просят. Это у нас модель с отстегивающимся, она получается. Она есть еще в черном цвете. Вот эта моделька с планочкой здесь, с кокеткой внизу, у кого прогиб поймет меня. Она есть еще в черном цвете. Вот эта укороченная, ровная, для тех, кто хочет неприталенную. Вот идет с капюшоном. Они хотят нас видеть. Покажи, пожалуйста, себя. Это мы. Свободный силуэт, пожалуйста. Очень классно смотрится. А по ценам кожаной куртки? По ценам у нас кожаной курточки вы найдете и за 150 долларов что-то, и за 200 долларов. Средняя цена это 200 долларов. Чуть дороже 200, либо должен мех присутствовать, либо вот такая, например, кожа. Она идет немного подороже, чем 200. Да, она идет подороже, конечно. А вот так вот. И шикарные модельки с мехом. Здесь мех снимается. Здесь она идет на алькантри, вот так утепленная внутри, с этим, с кроличьим воротничком. Вот здесь у нас алькантра полностью. Она получается вот такая косушка, когда отстегиваете. Очень хорошая, специально отстегнула. Есть модельки для дам, которые за рулем в нескольких цветах. Есть вот такая моделька ромбик-карман в трех цветах. Есть свободный силуэт, есть моделька-рубашечка двухсторонняя. Есть вот такие 150 долларов, вот это тоже 150 долларов. Вот такие двухсторонние, даже мы уже за 200 отдаем. Двухсторонние вообще классные, да? Перчаточная кожа, это перчатка. Но мы их отдаем за 200, если вы приезжаете и покупаете что-нибудь еще. Вот здесь у нас меха двухсторонние, из очень хорошего качества. Самое главное качество, а то некоторые. Здесь 150, и 300, и 350 есть среди них. И не только белые, но и черные, голубые. Вот такого цвета есть. Киев 300 долларов уже все отдаем. Вот это. На сторонние вот они силка дубленки. Очень красивая. Да, классная силка. Достанешь, как можно показать? Я прям ее обожаю. Да, очень хорошая модель. И красивая. Вот она длинная. Вот она длинная. Если вы покупаете не одну вещь, вещь дорогая, я сразу скажу. Но если вы покупаете не одну вещь, а несколько, эта моделька вам обойдется за 450 долларов. Вот длинная. 400 обойдется короткая. Вот так. Вот такая светлая вещь. Силка покрытия. Впереди молния, есть на двух молниях. Три цвета. Раз, два, три. Вот так. Она очень легкая, она очень мягкая внутри. На голое тело смело. Вот эти курки у нас очень востребованы. Очень. Это очень большие размеры. Элечка идет на 52 и так далее. До 64 размера они у нас есть. И мы их отдаем за 500 долларов. Они из очень дорогого меха сделаны. Тоже две стороны. Эти вещи тоже пойдут уже практически под распродажу. Если вы покупаете несколько вещей, цена с 500 будет сбавлена практически до себестоимости. Ну, примерно где-то вам обойдется 400, может быть даже 350, если вы покупаете много вещей. От четырех вещей и больше. Здесь есть дубленки. Круговую все по 300 долларов. Короткие. Вот такие. Даже вот этот молодежный бренд с мухой. Мы отдаем 300 долларов. Так. Вот эти двусторонние идут все. Что-то без букв, что-то с буквами. Что-то с цифрами здесь идет. В общем, 450 долларов она вам обойдется, если вы купите несколько вещей. У нас есть модели и по 300, и по 350. У нас стоят 450 долларов. Но если вы покупаете несколько вещей, от трех вещей, то возможно она будет... Шикарная, шикарная просто. Это здесь дорогой мех, дорогая ткань. Здесь это Алькантра. Обратите внимание, худеньких девочек, которые не могут найти себе норковую шубку. У нас есть маленькие размеры. Размеры образцы манекенные. То есть это модельки, которые были на манекене. Они все... Это греческий мех, чисто греческий мех. Это не китайская норка. Натуральная норочка греческая. Короткие мы их отдаем 1200. Длинные мы отдаем... Есть 1500, есть 1800, что ли. Нормального размера 46-48. Вот что-то вот так. Мы отдаем уже по 250 утепленные. Красивые очень куртки для тех, кто любит. Рукава роскошные. Она утеплена, у нее мех. Вот эти мы отдаем по 200 долларов. Это мои любимые. Нет, давайте их. Очень нравится. Черные. 200-250. Вот здесь есть по 150 курточки. Большие размеры, да, кстати, вот эти? Да, большие размеры и маленькие размеры. Вот эти плащи мы отдаем уже по 300 долларов. Были раньше 350. Вот такой вот, такой вот. Она очень хорошо скидывает. Новые модельки пришли. Это все двухстороннее. Что-то с регланом. Для тех, кто за рулем, предположим. Вот он с капюшоном, с регланом. Они все носятся на обе стороны, я уже сказала. Есть вот черный цвет. Есть вот такие односторонние, коричневые. Это односторонние шутки. Вот эти светлые, они двухсторонние. Она очень эффектная. Уважаемый, у нас на любой вкус. Вот смотрите, я просто покажу. Не оденем. Вот смотрите. До 74 размера есть. Вот есть жумба. Вот смотрите. Я просто вот так покажу. Вот смотрите. Разные цены цветов есть. Вот смотрите. Прям очень-очень хорошие. Вот видите? Красивее. Вот. Вот такие есть пуховики. Есть классические коричневые. Есть вот такие вот, смотрите. Очень хорошо продаем, спокойно. Красивая кожа. Очень хорошая. Есть выбор, есть. Самое главное, чтобы было желание. Вот смотрите. Я вот так просто продолжаю показать, чтобы вы поняли приблизительно. Вот такие, смотрите. Самое главное качество, самое первое качество. Вот смотрите. Прям. Если хотите, спросим. Почему я говорю? На любой вкус. И придет 70-летний мужик, найдет себя. И придет 20-летний парень, найдет себя. И придет вот это, такой как я, найдет себя. Красивый? Да. Вот смотрите. А по цене? Да. Ну по цене со 150 долларов вот эта распродажа начинается. Ну более-менее скажем 200-220-250. Очень хороший качественный товар можно брать. Вот смотрите. Прям. Понимаю, самое главное. Ни, который 10 лет висит, свежей кожей. Вот смотри. Прям очень хороший. Опс. Я просто вот это, так покажу, чтобы сказали, какой красивый. Вот смотри. У нас. Внутри мех. Вот смотрите. Есть такие спортивные. Есть такой перфорация. Вот смотри. Очень хорошо продаем. Четыре разных. Беж есть, черный есть. Вот этот. Вот такой есть, который зимний. Вот на Сибирь, пожалуйста. Внутри вот эта как шубка она. Дубленки есть. Вот смотрите. Очень много. Очень красивая. Вот смотри. А зима сколько по цене? Ну, зима 350 долларов начинает. Вот смотри, какая прелесть. Смотри. Самое главное, кожа 0,3,5 миллиметра. Это невозможно. Просто кожа, вот это обычная. Вот 6,7 миллиметра, да? 0,3,5 миллиметра, потому что дует воздух туда вот это. Хавалайбер. Вот смотрите. Очень большой вопр. Вот волки самые наши ходовые модели. Вот смотрите. Угу. А начиная с 350, заканчиваете? Ну, заканчивается 450, 500. Это максимально уже. Максимально. Так что, дорогие друзья, это короткий ролик по камеру, да? Если будет желание, пожалуйста, у нас будет номер. Просто звоните, сообщите нам, в какой отель и куда, когда прийти. Мы приедем, вас заберем, перевезем сюда. Посмотрите наш ассортимент. И выбирайте с удовольствием. Я буду рад вас видеть. Симпатичная музыка. И хотела вам сказать, что в этом отеле, по-моему, два года назад отдыхали ребята. Мы с ними познакомились. И неплохой отель. Вот. Хотела сказать, кстати, еще там мой большой теннис, если вдруг кому-то важно знать. Именно, да, ротель там. Все. Хочется снять каждый угол, каждую какую-то атмосферку. Ну, чуть-чуть снимаю. Потому что знаю, вам будет скучно, если это будет полтора часа. Хотя бы я делала по полтора часа, если бы вы смотрели бы. Люблю этот фонтан. Первый раз, когда приехала в Кемер, и мечтала здесь остаться. Не знала, что так получится. 15 лет назад это было. Мне было, знаешь, 16 лет. Даже, может, 14 лет назад. Эх. Люблю Кемер. Надписи не было, но фонтан уже был. Очень хорошо, в тени прекрасно. Сейчас пробежалось по солнышку, все аж прямо это взмокло. Попадаем на самую центральную улицу. Если что-то будет атмосферное, я покажу. Конечно же, это Шопинг улица. Много очень маленьких магазинчиков всевозможных. И сетевые есть, полы есть. Классные потом мне еще нравятся. Один магазин тоже вам покажу. В общем, будем наслаждаться дальше. Фонтанчики чистят. Люблю этот обменник, потому что показывают курс. Так крупно, и все видно, и понятно. Что можно сказать. Обещала атмосферку передать, передаю. С магнитики 8 штук 5 евро, представляете? И красивый-красивый лукум со всякими чайничками. Не знаю. Ну, вот кому сладкий, кому кислый. Мне кисленький просто такой нравится. Покажу сейчас, какой вот такой вот. Да, тоже, наверное, лукум называется. Ну, я называю это лукум. И обалденные такие магазины. Просто шикарнейшие. Очень красиво оформленные. Обожаю. По-моему, лукум красивее всех оформляет. Даже красивее, чем всевозможные. Не знаю, там дорогие ботики брендовые. Как отдельный вид искусств. Кстати, очень люблю этот магазин. Особенно у них летом была такая интересная коллекция. Я, конечно же, просто проходила мне в витрин, но не сошла. Сейчас даже какая-то распродажа. Смотрите, с платья стоило 1800. Сейчас вообще 1000 лир. Ну, это, мне кажется, очень хорошая цена. И качество хорошее. Фух. Так, эта улица тянется, тянется. Можно до ней дойти. Знаете, куда? До камней. До камней. У Рамазана все возможные интересные вещи. Из натуральных камней. И до Ибрагима. Так, прямо и направо. Если, конечно, никогда не были, то просто потом геолокацию оставлю и все. Но в целом, что можно сказать? Если вы еще не здесь, то когда приедете, уже будет очень приятно гулять. Сейчас тоже приятно гулять. Ну, не в обед. Сейчас 12 часов. Вот. Это была так себе затея. Ой. Еще в Кемере очень много таких домашних отелей. Очень миленько. Заглянем. И бассейнчик, и цветочки. И такие балконы. Как будто дома живете. Мне они очень-очень нравятся. Смотрите, знаете, что спеют? Апельсины. Апельсиночки. Я думаю, сегодня скоро прям такие зеленые-зеленые. Это называется, ребят. Немножко прогуляемся, снимем пляж. Пять минут так вернемся. Прошло три часа, я опять вижу башню с часами. Вот так мы с вами гуляем. Так, с утра не было желания окунуться в этот фонтан, а сейчас возникло острое желание туда прыгнуть. Вот, ребят, мы вернулись с вами с башней с часами. Вы знаете, наверное, то, кто меня давно смотрит. Куда мы сейчас отправимся? Мы отправимся смотреть магазин камней и туристическое агентство Gensha Travel. Вон там даже видно надпись GEN слева. Вон, сейчас. Ой, куда это мы? Ребят, отель прям Armeria Hotel. Вот башня с часами. Просто многие не могут найти, поэтому я так медленно объясняю. И вот мы по этой стороне, буквально вот за аптекой будет Gensha Travel. Там это, два магазинчика. Так, ребят, мы, как всегда, около башни с часами поворачиваемся, поворачиваемся. Это тот самый отель. Напротив вот надписи Viagra. Прям вот такой опознавательный знак. Тут у нас Gensha Travel, Ибрагим там по прямой сидит. И тут у нас Рамазан, Султанит, Камни, Сувениры, всё-всё-всё-всё-всё. Привет-привет. Привет-привет, ананасики. Всем нашим подписчикам привет большой. Сезон у нас тут в разгаре. Бархатный сезон. Сезон у нас до конца октября, кстати. Да, до конца октября у нас все экскурсии организовываются будут ежедневно, каждый день. Также поездки в Стамбул, в Каппадокию. Ну, сейчас, честно говоря, сезон Каппадокии начинается и сезон Памуккале. Потому что к жару туристы не любят ходить. Конечно. Там в Памуккре всё открыто, да. И когда уже сейчас спад пошёл, спад жары, и сезон Памуккале открывается, и сезон Каппадокии. А по стоимости что Памуккале и Памуккале? Памуккале полна программу, у нас включается стоимость. Значит, солиные термальные источники, белые террасы, римские бани, археологический музей, греко-римский большой амфитеатр на 15 тысяч человек. Также трансфер от отеля до отеля, русскоязычный бит, обед. Всё это абсолютно будет входить в стоимость программы Памуккале. Ну, шары — это утренняя, немножко другая, да? Ну, шары — это утренняя программа, да. Вот Памуккале и Аэрополис. Полна программа с театром. По времени с 5 утра и до полу. Шикарная экскурсия. А Каппадокия тоже классная экскурсия, покажи. Да, вот на что стоит? Это прям Каппадокия, прям точно. Каппадокия, ну, это... Запомнится на всю жизнь. Это необычное явление, да, чудо природы на самом деле. Как будто это даже не Турция, а какой-то другой мир вообще. А по стоимости сколько Каппадокия? А, Каппадокия есть 3 пакета. Есть эконом пакет, есть делюкс пакет, а есть премиум пакет. Эконом пакет стоит 70 долларов, делюкс пакет стоит 100 долларов на скидке сейчас, на данный момент. И премиум стоит 125, тоже на скидочке. А так продавали по 135, по 140. Какие цены будут? Так, также самое популярное направление, это Мира Дамракекова, затонувший город, Храм Николая Чудотворца. Это экскурсия номер один, она поставлена. Мне кажется, все, кто приезжает, очень многие на неё. Да, все едут туда. У нас шикарная, на самом деле, экскурсия. Вот кого я не отправлю, все просто в восторге. Еще у вас шикарный гид, да. Вот, виды потрясающие. Тоже сама экскурсия ежедневная, но тоже нужно уточнять, на какие числа, на какие даты есть места Мира Дамракекова. По категориям активного отдыха, первое место занимает у нас также на рейтинге Тазы Каньон. Тут идет сплав, потом Кеприлю Каньон, Александрийский мост. И в последнюю очередь на джипах, либо на Кабрио Басах наши гости поднимаются на самую высокую точку, а тут уже красота этого самого Тазы Каньона. Виды, обзоры, ландшафты классные. Самый высокий, самый крутой Каньон. Постойность стоит 25 долларов с человеком. И по категориям обзоров, если наши гости любят обзоры, пейзажи, фотосессию хотят классно провести, то это Золотая бухта, Голубая лагуна. Она даже обошла турецкие Мальдивы. Да? Больше спросом пользуется, да? Под номером один в рейтинге. Золотая бухта, Голубая лагуна, морские черепахи, грязевые ванночки, бухта как пещера. И по стоимости, она полная программа стоит 30 долларов. А вечерняя? Есть еще закат, да, точно. Эта же программа, плюс дополнительно к этой же программе входят огни Химеры, вечный огонь на горе. Извержение вулканов было, и из-под земли высасывается природный газ. Круглый год на горе горят огни. И тут, что круто, с лежаками. Наши туристы купаются, отдыхают, загорают. Ну, на расслабоне, можно сказать. С ужином. С романтическим, смотрю. Да, с ужином полная программа стоит 35 долларов. Но она у нас в определенные дни. В неделю три раза, это вторник, потом в четверг и в субботу. А также бонусы, когда наша компания, туристы покупают 4 экскурсии, бонусные акции также действуют. Мы турецкую баню Хамам дарим нашим гостям в подарок. Турецкая баня, по-моему, ценно для вас будет бесплатно. Тут включается стоимость программы. Это VIP-спа-центр. На улице такой шикарный бассейн. Это внутри бани. Тайского стиля. Включается стоимость программы сауна. После сауны паровая баня. После паровой баня турецкая баня хамам. А в турецкой бане хамам нашим гостям сделают пилим-пенный массаж. Затем им сделают массаж с армамаслами на все тело. Все процедурки занимают 2 часа. В любое. Для них удобное время. Там с 9 утра до 6 вечера. Можно в час, 2, 3, 4, 5, 6 и так далее. Это дарится бонусом в подарок, получается. Для наших гостей. Также бонусы на этом не заканчиваются. Для молодежи тоже могу дать флайеры, проходки. И они могут сойти в любой ночной клуб бесплатно. И выйти. Да. И в ауру, в инферно, и в кристалл. Все ночные клубы. Хочу сказать нашим гостям, нашим туристам. Перед тем, как, к примеру, приедут в Турцию, могут со мной связаться на WhatsApp, в Telegram, в ВКонтакте. Пусть мне напишут. Могут позвонить. Я их полностью проконсультирую. Расскажу плюсы, минусы. Куда стоит вообще ехать, куда не стоит. Ехать. Ну, самое все крутое. Да, посоветую. Самое главное, доставка билетов по всем регионам, да? Доставка билетов, получается, по всем регионам. Кемера. И в Токерово, и Чамьево, и Кемеры, и Бельдиве, и Генюк. Вот, по всем регионам доставляем, получается, мы билеты бесплатные. Здорово. Может, даже не выходя из отеля. Ну, да, они, в принципе, могут просто приехать, сразу мне позвонить. Я доставку билетов сделал бесплатно. И все. Привезу им билеты. Также, по факту, уже возле отеля им могу рассказать, что, где, во сколько, что им с собой брать, какие принадлежности на экскурсии, где им ждать и так далее. И все. Это очень просто, очень удобно. Ну, чтобы они на отдыхе свое драгоценное время не тратили. И так, что люди приезжают там на неделю, по на 10 дней всего лишь. Еще Ибрагим принимает рубли. Да, принимают, кстати, рубли. Также доллары, евро, рубли, все валюты абсолютно проходят. Ну, также принимаем наличие рублей. Всем ждем нас в гостях в Турции. Пока-пока. Бархатный сезон. Всем пока-пока. Так, теперь от Рамазана перемещаемся к Ибрагиму, к экскурсиям Гензе Тревел. Привет. Привет. В нашем магазине камней. Продолжаем вам рассказать про наши натуральные камни. Это у нас Сунтанет. Также у нас появились теперь большие диаметры. Красивые. Это 14 миллиметров. Их раньше не было. Попросили мастерскую, нам сделали такие вот кофе. Также у нас поступил Ларимар. Мы его очень долго искали, ждали из Доминикана. Пожалуйста. Напоминаю, Ларимар добывается только в Доминикана, с океана. Очень хороший камень. Очень сильная у него энергетика. Напоминаю, что он защищает от драка. Это очень сильный камень. Была акция 20% на Сунтанет. Теперь, так как мы завершаем сезон, у нас акция продолжается на всё. 20%. Обалдеть. Потом посмотрим видео и все-таки, всем мы сделаем 20% скидку. У Рамазана нереальное количество камней. Просто есть всё-всё-всё и можно сделать в любых видах. Можно в кольцо, можно в бусики, можно... Поступил лунный камень натуральный. В любом диаметре. 10 мм, 8 мм. Красиво переливается. Этот камень очень полезен женщинам носить. Для женского здоровья. Нормализирует гормоны. Также используется у женщин камень для похудения. Это хорошо. Хороший камень. Это подделка. Это натуральный камень. Так они отличаются. Так как везде много подделок. У Аримара тоже бывает подделка. Она выглядит вот так. Что вы видите. Вот эта подделка Аримара. Вот это натуральный Аримар. Если с интернета заказать, то вам пришлют вот это. Даже здесь этикетку сделали Аримар. Хотя натурально он выглядит вот так. Будем знать. Также у нас есть наличие сережки, кольца. Сразу наборы. 925 серебро. Можно только сережки. Можно только колечко. То есть необязательно комплект покупать. На них тоже 20% скидка. Это же султанит и всевозможные варианты. Любой камень, да, можно. Красота. Это тоже все 925-й пробу серебра. Гвозточки. Так что аллергии не будет. Так же про султанита я еще хотел напомнить, что любого размера делаем. Потому что мы можем отрегулировать. То есть кому-то большой, кому-то меньше. И покажу, как он меняет цвет. Да, самое главное. А это что лежит, вот это, которое внутри? Это кусочек султанита необработанного. Молодец. Красиво так. Покажу, чем он отличается от цитрина. Вот это вот цитрин. У цитрина есть белые корни из кварца. У султанита их нет. Это чистый султанит. Очень красиво. В таком виде он не будет менять цвет, напомню, потому что он меняет только за счет своих огранки. Если не будет такой огранки, он цвет не будет меняться. Фильм Султан Сулейман тоже увлекался ювелирными изделиями и натуральным камнями. И за счет, он сам лично сделал огранку и заметил, что он цвет меняет. В таком виде султанит цвет не будет меняться. Вот сейчас такой коричневый цвет. Очень красиво прям переливается. Мне кажется, уже многие из Турции привезли. Как-то был султанит зеленый. Невероятно. На солнышке. Очень красиво. Розовый, да. Обалденно. На счет ценовой политики я вам скажу, что у нас султанит начинается от 1000 турецких лир до 7000 лир. В зависимости от диаметра камня. Размер браслета не имеет значения, не меняется цена. Только диаметр камня влияет на цену. Плюс еще 20% скидка. Все, спасибо. Пока-пока. А еще у Рамазана есть куча всех сувениров и обалденная лампа, которой доставка по всему миру. Кстати, как и камни по всему миру доставка. Так что видо иметь. Так, теперь с другой стороны башню с часами площадь. Оттуда мы с вами пришли вот так наискосок по диагонали. Ворачиваемся атмосфера, отдыхаем. Тут, кстати, самый такой центр. У меня везде центр, как вы уже поняли. Тут шоппинг-центр, тут магазины сетевые, викики, 82 салы, позары. Там можно купить все-все-все-все. Есть отдельный выпуск. Очень-очень интересный магазин для туристов. Вот там и текстиль, и нижнее белье, и лукума, и все на свете. Вот, в общем. У нас есть интересные кошелечки по 1 евро. Так, ладно. Начинаемся в геоник. И все, мы в геонике. Переместились мы с вами в геоник на самую центральную шоппинг-улицу. Здесь у нас задняя часть корабля. Корабль, который отель. Еще утром я не проснулась. Поворачиваемся. Здесь у нас Майя. Магазин одежды. Большие размеры, маленькие размеры, куртки, платья, костюмы. Все-все-все на свете. Рядом магазин кожаный, очень красивый. И чуть выше, ребят, есть магазин Али, Рубина. Там у нас продается и постельное белье, текстиль, косметика, сладости. То, что мы пойдем. В общем, это все в геонике, чтобы вы знали для ориентации в пространство. Угу. Есть кто? Доброе утро. Доброе утро. У нас похолодание. Майя в костюме. Что уж тут? Снимай меня. До 32 градусов похолодало. Красотка. Да, еще шлютку. Ну, мы сделаем вид, что мы их не видели. Да. В общем, Майя, много костюмов, продаются на ура. Да. Аж половину расхватали. Пока же, что осталось. Так, теперь смотри. На мне же вот этот бельт идет. Она есть вот. Это в черном цвете. Ну, штаны. Красиво, красиво. Красиво. Вот знаешь, что хорошо? Вот это вот, ну, самое большое это тройка. На троечку, да, вот, на два раза больше меня женщины подходит. И они вот, мне приколы хорошие, а они супер пошли. Угу. Сидит идеально. Вот, тут поменьше меня, вот тоже можно вот так. Классно. Классно. Материал 95% здесь вискоза идет. Она вообще супер. Интересная тоже, похож. Да, видишь? Черный, белый. Да. Такие классные костюмы с сережками. Сережки. Угу. В комплекте. Да, да. Вот здесь, если идут, так, это убирается. Вообще, у Майи есть и пуховики, и платья больших размеров, и маленьких размеров. Все есть. У меня все есть. Все есть. Да. Ну, у меня сейчас и времени мало осталось. Так что у меня и распродажа сейчас идет. Ну, что нам осталось, мало же. Да. Да. Сейчас уже на следующий год, чтобы уже все новое было, все хорошее, еще лучше. Да, и у Майи есть бесплатный трансфер и доставка по всему миру. Да. Супер такой оверсайз. Да. Вот капюшончиком, вот штанишки. Угу. Можно с собакой гулять. Да. В общем-то у меня все к собаке сводится. Как обычно. Теперь смотри. Самое шикарное, да, что Майя прячет. Да, на полном видео же я вот это отрекламирую. Оно шикарное. Оно шикарное. Нереально сидит. Да. Теперь смотри, я хочу вот это одеть. Па-да-па. Ну, шикарно, шикарно. Да. Просто. Вот смотри. Видишь? Это вот такого плана. Угу. Ну, чуть-чуть видоизменено. Да. Чуть-чуть видоизменено, но они все равно по-разному сидят. Угу. Ну, коротенькие, вот. Они сейчас тоже на скидочке. Да. Очень красиво, да. И черные, и бежевые, красивые. Да. Так. Ну, это вообще у меня сейчас на скидке. Вот. Угу. Двухсторонние. Вот. Это до 54-го размера. Вот, пожалуйста. Классные, да, двухсторонние. Там такой веселый с той стороны. Вот эти уже... Цветочек. Да, если кто побольше что-нибудь еще возьмет, это тоже уже по 45 отдам. Есть, которые по 50 здесь. Ну, это 75. Угу. Это большие размеры, да? Вот это тоже 75, пожалуйста. Угу. Есть и длинные. Вот. Это трех-четырех расцветных. 75 долларов, девочки. То он... Ну, 60-й размер, ну, хороший. Ну, красивый. Угу. Твою любимую, знаешь, что я тебе... Мне нравится, но мне несколько нравится. Да. Вот эта у меня тоже хорошо прошла. Твоя любимая. Белая вообще не осталась. Угу. Угу. А и красиво сидит очень на плечиках. Но она еще легкая. Эротично. Ну, классная. Вот. Вот, посмотрите. Мои райплатьев. Да. Такие черные. Мне такие черные нравились. Удивительно, да? Да. Вот эта тоже, вот, смотри. Угу, блузочки. Да. Вот. Красота. Вот. Теперь смотри, определенно скажу, что потом... Вот вы сказали, вы сказали. Вот это до 60-го размера. Да, 60-го размера. 62 даже. Вот. Вот это, вот это есть 62-го размера. Вот это платье, то, что на мне. Это идет до, я тебе скажу, 48-50. Вот, чуть-чуть побольше тоже можно. Вот, видишь. А костюмы на распродаже? Они по 50. Или? Скрываешь. Да. Не, они по 50. Спортивные, но они очень классные. Сила, да, чуть-чуть маленькие сильно, твои размеры остались. И чуть больше меня остались. Угу. Украйние, да? Да, большие размеры. Вот они. С брючками все, вот, там 70 процентов. Клопка, вот, 50 долларов, девочки. Здесь длинные платья. Это в самом первом, в начале сезона они мне стоили 60-55. Сейчас смотри, сейчас 50. Но опять же, если больше возьмет, у меня с детьми. Больше скидка, да? Да, по 45 тоже есть, вот длинные, длинные прям платья. Вот, пожалуйста, девочки. Есть вот такие спортивные, вот. Вот, 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 вот. Но здесь маленького размера. Вот все маленького размера. Они у меня по 30 долларов, пожалуйста. Ого, го, 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 го. Да. Распродажа. Да, но маленький размер, твои размеры почти остались. Шикарнейшие. Да, чистый клоп. И там прям здесь такая верюшечка летит. Да, да, вот, смотри, какая. И прям серая там очень тоже, красивая, черная, все красивые, такие. Да, да, вот. Вот, смотри. Угу. Чистый клопок тоже, вот. Прям аж струится видно на видео. Да, да. Мягенькая. Да. Сейчас, Паня, тоже у меня носки. Так, заходите. Все, пока-пока. Целую тебя. Спасибо тебе. Перемещаемся в магазин Моля Бесса. У ребят кожаная обувь. Зима, лето, весна, осень, женско-мужское. Очень много интересных, классных моделей. Так, пойдемте сразу смотреть, да, что мы с вами витрину смотрим. Марка Мэн, Марио Музи, Тучино, все турецкие бренды. Есть Гужа. Всем привет, друзья. Привет, привет. Мы находимся в нашем магазине, любимом, скажем так, Моля Бесса. Хочу вкратце рассказать тот момент, что сейчас на летней модели сейчас очень хорошие скидочки. Можете посмотреть, модели известные по предыдущим видеообзорам, можно сказать, некоторые из вас их покупали. Оставили отзывы, кстати. Спасибо всем большое за отзывы. Да. Положительные, отрицательные, неважно, да, то есть мы стараемся именно, смотрите, больше не на плюсы, а на минусы, чтобы их исправлять. А так, каждый день получаем новые модели, можете посмотреть. Вот это вам новинка, да? Модели шикарные, да. Такая вот моделька, если на видео еще не показывали, то такая вот моделька на молнии, да. Вот такая вот моделька, смотрите, шикарная. На липучке двусторонняя молния идет, такая вот под классику, можно сказать, то есть на каблучке. Есть разные модели, разные материалы, то есть есть как телячья кожа, есть люкс-модели, поэтому цены у нас тут разнятся. И естественно, есть остаточные модели. Да, распродажа. Да, по одной, по две пары года стоят, а не 50% скидки. А по 50 долларов были или нет? Да. Или не по 50, да? Да, плюс-минус 50. Тоже заходят, видят, мы их ориентируем по цене. Это тоже распродажи, да? Да, да, да. Вот эти вот два ряда выше. Правильно снимаю? Угу. Тоже очень много красивых моделей есть. Да, 50 долларов, мне кажется, очень... Ну да, зима, да. Кстати, там есть зимние модели натуральные, мех натуральные тоже, да, то есть не просто там какие-то дешевые, а именно все то же самое, как это одна, там, две пары остаются и все. А так вот все модели осенью. Да, еще покажем. Ну, вообще, есть большой выпуск, прям недавно снимали, ребята, о-о-о, у тебя огромный выбор. Все что угодно, и классика, и не классика, спортивные такие более модельки. Да, дальше можешь, в принципе, показать. Вот такие вот модели классные, кстати, сейчас очень модные. Такие суперские. Вот эти, тоже, по-моему, новые, да? Да, да, да. Не было. Прям очень модные сейчас, они на расклад. И удобные. Вот такие вот модели похожи на в группе, она замшевая. Прям шикарно они идут. Есть, конечно, кроссовочки зимние, кеды сейчас очень хорошо берут. А так, в принципе, есть модели, например, не 50% скидки, да, то есть, ну, хорошие скидки на них. Мужском обалденные кроссовочки. Да. Нижний этаж наш, мужские модели. Есть тексильные летние кроссовочки, да, то есть фирмы Гужа, классные модели, кстати, на них тоже есть сейчас скидочки. Вот. Дальше у нас идут, в принципе, зимний сезон, там кроссовочки есть, ботиночками. Есть зимние модели тоже, все натуральное. Фабрики Маркомэн. Есть, конечно, тоже и в мужских рядах достаточно модели, например, ну, 50 долларов. Да, распродажа. Это не то, что я сейчас показываю. В другом уголке. Так, стараюсь по максимуму показать, успеть. Мы получили вот буквально пару дней назад. Не видели, да? Да, у Лоропьяно есть вот такие вот, в двух цветах они идут. Осень, весна, в черном цвете это идет уже зима. Дальше модели такого вот плана. Это уже натуральный мех. Зима полностью идут. Есть кроссовочки модели, сейчас получили. Тоже в двух цветах они полностью идут. Очень плотная, хорошая кожа на меху, как многие хотели. Вот любителям, скажем так, полу-спорт, полу-классика. Вот такая вот моделька Балдини, да, на резиночке. Плюс еще молния, ну и классика. Так, здесь у нас люкс-реплики небольшой ряд. Это 5% из того, что у нас есть. Там страус, питон, крокодил. Все-все, да? Да. Такой вот ассортимент. Дальше вот Маркомэн идет продолжение осенних моделей. Есть кроссовочки, есть ботилочки, то есть они разные. Дальше, естественно, есть флоферы, макосины, с перфорацией, без, на них тоже идут скидочки сейчас. На макосино, да? Да, 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 да. Красивые. Сейчас по очень выгодной цене как раз таки макосино летние модели сейчас идут. Прошу разгибали, они прям такая-то мягенькие, такие. Да, они тут даже есть любую модельку, посмотрите, видите? А, это пяточка удобно. Да, прям вот, чтобы именно вот всех беспокоит этот момент. Тут полностью идет каучук, и между ними ведь все прошито именно кожей. То есть не просто подошва, а именно полу все прошито. Тут все модели практически аналогичные подошвы, аналогичная технология, вернее. Вот даже вот элементарно наугад взял и все. По одной паре, по двум, на них тоже есть скидочки. Тут вот на полочках, можете посмотреть, ботиночки, кроссовочки. Там перемешку и зима, и осень. Кому что надо, да? Да. Есть, конечно, большие размеры тоже, 45, 46, 47, 48. Не на всех моделях, которые мы показываем на видео. Есть отдельные модели, которые там большие, прям размеры, там 45, 46. Отдельные, да? Да. Если хотите, тоже можем подобрать. Цены у нас, на коробочках все у нас прозрачно. Доставка по всему миру, кстати. От трех пары выше. Естественно, доставку полностью берем и на себя. Здорово. Да, как-то так. Спасибо большое. Мы с вами перенеслись, ребят, снизу, там был иностранец Атлантик, Майя, Фуркан. Здесь напротив такая башенка в диагональ. Ну, вот по этой стороне Майя, Фуркан, вот так прямо-прямо шли-шли-шли и пришли. Тут магазин Рубимна, есть все, можно, все, что вы хотите вывезти из Турции, есть все. Постельное белье, косметика и сладости. Пойдемте смешать. В самый разгар, даже не с кем поснимать, поговорить. Обалдеть, обалдеть, обалдеть. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Спасибо. Спасибо. У нас сладости, чай, кофе, приправа, кофе, оливковое масло, все есть, пожалуйста. Еще был большой выпуск со всем-всем-всем. Также вина есть, мыло есть, косметика у нас есть. Огромный выбор постельного белья и полотенеца всего-всего на свете. Распродажа идет сейчас, например, просто на резина двухспальник по 8 долларов. И несколько вещей на продаже, распродажа имеется в виду. Еще огромный выбор косметики, всевозможных масочек и все-все-все-все. Знаешь, что пользуются вот эти популярностью? Эти и вот эти. У нас крема для лица, для тела, два за пять, одно штук-три, два за пять, 250 миллиграмм. Большой объем. Две, чтобы заперли. У нас подушка геловая по 35 долларов. Сохлаждающий эффект. Еще, говорят, немножко помогает от храпа. Если положить сверху. Да, да. Как говорится. Самое главное, вакуумируют все, так щук-щук-щук сжимают, да и отправляют. Да, мы вакуум делаем. Либо с вами, либо без вас. Почти маленькая будет, как трешечка будет. Как у налышка продаем сейчас, люди покупают. После вакуум, то, что вы видели только что. Обалдеть, какого размера маленького. Какого маленького размера получается. А, это подушка прям, да? Я думала, что-то еще. Да, ела в подушках, получается такой маленький размер. Здорово. Просто на резина по восемь, пожалуйста. 180 на два. Просто на волочках две штук, 50 на один. И разные расцветки, да? Разные расцветки, комплект. Угу. Распродажа, да? Огромный выбор постельного белья. В коробках без коробок. У нас сейчас распродажа идет. Такое же качество. Сатин Делюкс. Качество очень хорошее. По 25 долларов. Качество очень-очень хорошее. Приятно. Это евро, да, размер? Евро стандартный, двухспальный. Всевозможные. Это вот эти, да, по 25? Да. Вот эти все очень большие. Разные расцветочки. Угу. Красивые. Трансфер есть, уважаемые. Область Кемер, районы Кемер. Трансфер есть. Это Бен-Ди-Ди-Гюй-Нюк, Кемер, Чам-Ю-Ва, Кириш-Текерова. Трансфер есть. Привезем, отвезем бесплатно. Под видео наш телефон есть. Через 20 минут напишите. Привезем, отвезем бесплатно. Спасибо. Спасибо вам.